Рязань, которая до 1778 года называлась Переяславль Рязанский, ну, один из древнейших городов России, вне сомнения. Первое упоминание в летописях, 1095 год. Ну, и, скорее всего, достоверный, потому что Рязанское княжество это было, определенно, еще до монгольского нашествия, и первое приняло удар монголо-татар. Ну, про историю рассказывал по истории, поэтому в этом клипе про историю Рязани практически не будет. Один из центров Золотого кольца сейчас. Этимологически связывает со словом «резанный», то есть, вроде как «отрезанная», да? То есть, Рязань – это «резанная», краткое прилагательное. Ну, черт его знает, как там было в языке вятича, это явно из языка вятича, это прилагательное, да? Ну, вот, находит корень «рез», и обычно так объясняют. Ну, также иногда связывают со словом «ряса», то есть, «болото». В общем, практически любое название города получается «болото» на том или ином славянском, либо финно-угорском языке этого времени. Ну, может быть, «отрезанная». Отрезанная имеется в виду, что она колонизируемая, то есть, что вятичи туда выдвинулись, и они получились там, как бы, отрезанные этими болотами от основной их территории. Ну, также длительно называлось, вообще-то, «переиславлем». «Переиславля» – это означает «переправа». В общем. И переименовали окончательно в Рязань в 1778 году. Географически. Центр Восточноевропейской равнины, между речи Аки и Волги, западная часть Рязанской области, про которую есть отдельный клип, основная часть на высоком правом берегу Аки располагается, и часть на левом берегу Аки, хотя левый берег Аки – это курортный район уже считается, Солодча. Самая низкая точка Рязани – это в пойме, как раз Аки, в Солодче она будет. Расстояние до Москвы – где-то 200 километров. То есть, в общем, до Москвы съездить – это там один день. Утром в Москву, вечером в Рязань возвращаемся. Климат умеренно-континентальный. В принципе, уже много раз показывал эти схемы, как он выглядит. Уже в центральный район много областей. Не буду подробно опять пересказывать, что такое умеренно-континентальный климат. Достаточно теплое лето, умеренно-холодная зима. Из-за равнины перепады температуры могут быть. То есть, могут быть внезапно зной серьезный, может быть оттепель там зимой, и наоборот все могут быть заморозки. Левобережная часть считается лесная, а правобережная – лесостепная. В черту города, вот в курортном красотном районе Солодча, входит национальный парк Мещерский, и, соответственно, получаются там всякие базы отдыха, санатории, детские лагеря и так далее. Есть крупные массивы внутри города. Это Рюмина роща, Приокский лесопарк и прочие всякие парки. Парков довольно много. Ну и, соответственно, типичные городские, все эти смешанные породы деревьев, которые везде в городах сажали березы, клены, каштаны, ясени, дубы, либо рябины. Солодча, вот где у них вроде как курортная зона, там хвойные породы, наоборот. То есть, всякие ели там и все такое прочее. В самой Рязани растут яблони, груши, ну, как во многих городах этих черноземных и центральных. Я тут сейчас, в маленьком городе в Черноземье, тут тоже сплошные яблони и груши. То есть, всякое там, то, что есть, можно, полный город все время растет и падает потом на землю осенью. В Краснодаре особенно. Там идешь осенью все по сливам просто, или по яблокам в некоторых районах. Почвы болотистые, торф, ну, на болотах, как обычно. Немножко есть там полоса дерново-подзолистых почвы, пойменные почвы. Пойма достаточно богатая. И вот из всего перечисленного сравнительно плодородно это пойма, то есть то, что заливает река Ака. Чернозема там нет. Гидрографически основная река Ака, и она там уже достаточно большая, судоходная, речной порт имеется, заливает эту самую пойму интенсивно на территории более 10 километров. И некоторые городские районы ежегодно затопляются, на самом деле. И это прям так запланировано. Пригородные поселки Заокска и Коростова полностью отрезаются водой, но с другой стороны Ака, собственно, вот и создает хоть какое-то плодородие, хотя бы в пойме. Много мелких рек. Трубеж, Лыбедь, Плетенка, Павловка. Лыбедь спрятана в подземный коллектор. И опять мы слышим слово из языка вятичей, потому что по-русски-то будет лебедь, а вот, видимо, у вятичей было лыбедь. Имеются небольшие озера, вот на Солодче там, Ласковское, Черненькое и так далее, где регулярно тусовался по-устовски и описывал их в своих рассказах. С точки зрения животного мира, говорят, что еще в 17 веке там прямо вокруг Рязани бродили косули, медведи и кабаны, и волки. Сейчас, конечно, никаких медведей там не имеется. В парках, скверах могут быть ежи, кроты, белки, видимо. Ну, в ваке, конечно, много рыбы. Это по поводу животных. Герб и флаг города – это изображение князя Рязанского, который стоит в золотом поле и держит в правой руке серебряный меч, а в левой серебряные ножны. Ну, в общем, это какой-то, говорят, собирательный образ, но с другой стороны, это напоминание о временах независимости. Однако же на щит герба повесили татарскую шапку Мономаха, вроде как символизирующую уже Россию. Как-то это, короче, смешанно. В общем, какой-то там был князь, но потом все это шапкой своей накрыла Россия татарской. Часто, когда они, рязанские всякие ресурсы, в общем, логотип такой, неофициальный герб, когда они что-нибудь там в Рязани, про Рязань делают, вот обычно они изображают еще три купола Успенского собора, Рязанского Кремля, то есть тоже такой распространенный символ города, короче. С точки зрения населения, ну, картина-то обычная, бурный рост в советское время, за годы советской власти в пять раз увеличилось население Рязани, и после советского времени, естественно, падение, но оно немножко было сглажено, видимо, переселялись из деревень. Честно говоря, с 2010 по 2019 был даже неустойчивый рост, но потом опять падение. Ну, короче, вот по итогам, сейчас 523 тысячи человек и снижается, и максимальное, такое, даже не советское, а в 90-е, а максимальное было 535 тысяч. То есть 535-523, это небольшая разница, получается, в общем-то, стагнация. То есть после бурного роста в советское время, в общем-то, остановился рост, немножко иногда повышалось, немножко иногда падало, так, в общем-то, стабильность, короче, демографическая. Ну, Рязани, она росла за счет, в том числе, за счет предоставления жилья строителям севера, то есть строили на севере, а потом получали квартиру и регистрацию в Рязани. Ну, это означает, что непонятно, сколько там сейчас коренных этих рязанцев, сколько там вятичей, а сколько там вот строителей севера. Сейчас этнические 96% русские, русские это просто название, не дает четкой идентификации, откуда кто приехал, поэтому непонятно кто, 96%. 1% украинцы, остальных меньше, армян полпроцента, как везде, остальных меньше гораздо. Коренные финно-угорские народы вообще практически в Рязани не присутствуют. Всяческая политика местная, как правило, связана с защитой памятников, прежде всего, Рязанского Кремля и экологическими всякими проблемами, очистка свалок, дендропарки и все такое. Политически в Рязани длительно были у власти коммунисты в постсоветский период. С 1996 по 2004 Рязани одна из баз вообще КПРФ. Ну, видимо, потому что вот кризис шел. Но надо сказать, что при КПРФ у них остановилось падение, каким-то образом население они привлекали, остановилось падение численности населения. В 2004 году, конечно, все равно, значит, у нас побеждают наши эти все консерваторы, которые Единая Россия. Все. И дальше уже стандартная политика КПРФ. Тем не менее, все равно считается, что сильное присутствие коммунистов, один из красных регионов страны, ну, сильное присутствие коммунистов во власти Новосибирск, Красноярск, то есть есть и в ряде регионов Сибири. И в Рязани, допустим, есть. Это означает, что, в общем-то, есть запрос на левый дискурс. Вот у нас эмигранты постоянно пузыри пускают там за границей, сочиняют какую-то Россию, которой нет. Думают, что тут кто-то, тут все прям сплошь либералы. Вот даже выпинули за границу, да, дураков. Они все равно тут мечтают, что надо в России. Мы тут только выйдем, про свободные выборы что-то скажем там или про права человека, и все за нас пойдут. Ни хера к ним за нас не пойдет. В России сложная ситуация. Ряд регионов, левые традиционные, продолжают ими быть. Ряд регионов консервативные. Ну, Москва ваша действительно либеральная. Ну, в общем, сложно на самом деле все. Ну, вот в Рязани тоже. Я редко про эту политику говорю российскую, потому что она частично имитационная, да, и сейчас вообще полностью диктат одной партии, путинской. Но, тем не менее, раз Рязань вот попала в такой нестандартный регион Красный, надо про это тоже помянуть. С точки зрения религии, да, в основном, конечно, православные, но есть старовляцы, староверы, в общем-то, тоже в центре России заявились. Ну, и традиционные, вот, баптисты и адвентисты, небольшие общины, ни на что не влияющие. Были яговисты, мусульмане есть, как всегда. Рязань еще известна своими ОПГ, в частности, Слоновской ОПГ. Там была группировка слонов, которая в начале 90-х полностью господствовала, контролировала вообще практически весь бизнес Рязани к 95-му году. Однако, с приходом ко власти коммунистов в 1996 году их начали всех ликвидировать, их к 2000 году ликвидировали. Видимо, поэтому в Рязани за коммунистов голосуют, потому что они там решили, что либо коммунисты, либо бандиты, альтернативы нет. Для судебного заседания над Слоновской группировкой выстроили самую большую в России судебную камеру. Ну, и бывшего мэра Рязани, который в это время управлял городом, постоянно обвиняют в связи со Слоновской ОПГ. В настоящее время низкий уровень преступности, как и в Туле, так и в Рязани, особенно по сравнению с Москвой. В Рязани один из самых низких уровней преступности по Центральному федеральному округу. Имеются также, широко применяются добровольные народные дружины, помимо полиции, которые тоже патрулируют город. Рязань покрыта сетью видеонаблюдения, и там трудно что-либо украсть, потому что на самом деле все под камерами, там во всех местах, где лежит что-нибудь, что украсть можно. Слоновцы занимались террористическими актами, в том числе, в борьбе с другими ОПГ. Кроме того, в Рязани был известный инцидент «Рязанский сахар», то есть в 99-м году обнаружили три мешка, похожие на сахар, потом решили, что там гексоген, но говорят, дальше там, значит, обнаружили, что там и нет этого гексогена. Вроде как, якобы, в Рязани массовый теракт предотвратили, со взрывами жилых домов, но до сих пор спорят, был ли мальчик, была ли там вообще взрывчатка. Экономические. Наиболее крупное предприятие «Рязанский нефтеперерабатывающий завод», который из нефти, поступающей из Поволжья и Сибири, делает бензин, дизельное топливо, керосин, мазут, битум и так далее. До самой Второй мировой войны был промышленно неразвитый город, индустриализация, это все 50-е и 60-е прошлого века, и после индустриализации Рязань стала центром машиностроения, нефтехима, вот этого и пищевой промышленности, а также радиоэлектронные приборы. Под индустриализацию создали образовательную и научную базу. То есть, вот вся образовательная и научная база Рязани ориентирована на промышленность, на местную. И специально так и под нее и делали. Сейчас почти вся промышленность Рязанской области тоже в Рязани, и все абсолютно университеты, конструкторские бюро, наука тоже вся в Рязани. Сельское хозяйство, тем не менее, тоже в городе есть. Вот в связи с тем, что там есть пойма Аки, еще по-устовски все время говорил, что вот из старого русла Аки там они ведут, пытаются вести сельское хозяйство сами же рязанцы. То есть, в настоящее время, хоть город индустриальный, они, допустим, пасут коров там в долине Аки и имеют там пахотные земли тоже жители города. Но даже вот в плане развития туризма в Рязани правительство Рязанской области полагало, что можно непосредственно в Рязани делать сельский туризм, экотуризм и так далее. Я не представляю, как рядом с нефтеперерабатывающим заводом может быть экотуризм, но вот такие планы у них были. Видимо, тоже абсурдные. Рязань это транспортный узел, внутри Рязани развитые, естественно, автобусы, время от времени пытались строить трамвай, но не построили, есть троллейбус довольно развитый. Вне Рязани естественно, это железнодорожный узел, Рязанская железная дорога одна из первых стран где-то параллельно с Нижегородской. То есть вот из Москвы в 60-е еще годы 19-го века ветку кинули в Нижний Новгород первым делом и на Рязань, потому что с Рязани шел хлеб с Поволжья. Ну и вот потом эта Рязанская дорога пошла уже до Саратова и ее значение по-прежнему сохраняется. Ну там много путей то есть получилось от Рязани. Во-первых, Транссиб начинается с Рязани. То есть там дорога на Сибирь и также на юг там есть на Архангельск, на Кавказ и так далее. И эти направления все еще актуальны, а как раз западные направления все загибаются в связи с понятно чем. Фирменный поезд Сергей Есенин Рязань-Москва. Ну видимо он там вообще быстрый, да? Там 4 станции, 4 остановки только этого фирменного поезда Сергей Есенин. Воздушный транспорт уничтожен, имелся гражданский аэропорт Турлатова, сейчас никаких аэропортов нет действующих. Водный транспорт работает, он вообще-то там был тоже традиционный, вообще-то Рязань по Оке сплавлялась, потому что там АКО судоходов. Он там имеется, там имеется туристическое пристань, грузовые порты, даже 2 грузовых порта. Большое Рязанское кольцо это сеть дорог по Рязанской области, и оно частично перетянуло вот с этих водных путей. То есть, раньше даже по области они по Оке ездили. Вот в 60-е построили дороги по области и перестали пассажиры ездить по Оке. Поэтому сейчас там только туристы и грузы. Ну вот автодороги это как раз Большое Рязанское кольцо, то есть, это автодорога, которая связывает все районы и центры Рязанской области. Ну и также несколько маршрутов европейские, российские, азиатские автомагистрали. Автомагистраль Золотое кольцо, например, через Рязань проходит. И планируется сейчас строительство новых мостов через ОКО, чтобы это все обеспечить. Ну в Рязани 2 миллиона туристов и этот показатель недавно в общем-то вырос. Они планируют даже туристический кластер. Я вот когда Рязанскую область описывал, говорил, что наверное туризм не перспективен, но вот непосредственно в Рязани они считают, что перспективен. Ну культурно-познавательный понятно, Есенин и так далее, они считают, что у них санитарно-курортный туризм у них, что может быть там под Рязанью, ну не знаю, это загрязненные центральные районы России. Но с 2010 по 2020 они пытались создать туристический кластер, ложили много денег. В частности, они построили крупный аквапарк в Рязани, построили крупные гостиницы и планируют к 2030 уже до 3 миллионов туристов выйти. Ну это практически на пустом месте, на мой взгляд. Я подумаю, что там нету каких-то крупных культурных или природных таких на самом деле в Рязани ресурсов, которые будут посещать. Ну вот они построили инфраструктуру, то есть 35 гостиниц там сейчас в Рязани, множество турбаз, ну и раскручивают они вот этот курортный район Солодчи, который в лесу расположен к северу от города. Считают, что там чисто и можно отдыхать. 7 детских оздоровительных лагерей, дома отдыха санаторий там в Солодчево этой, тропа Полстовского, Полстовского раскручивают, ну сделали туристский информационный центр, который там все показывает, список гостиниц и ресторанов и так далее. Кроме того, у них там много фестивалей проводится, вот они фестивальный туризм тоже развивают. По Оке идет навигация туристических круизных судов. Ну, может быть, вот за счет близости к Москве какие-то преимущества есть, что вот москвичи, допустим, дорого там куда-то в Сочи поехать, могут в Рязани там, до Рязани можно быстро, там все достаточно дешево, могут там покататься по Оке и все такое прочее. Но все-таки как туристический центр, согласитесь, Рязань неизвестна. Я вот первый раз узнал, что у них там туристический кластер. Ну, достопримечательности Рязанский Кремль. В общем-то, он был деревянный. Насколько я понимаю, то, что они показывают, это 18-го века уже каменный, который перестроили уже. Практически все там здания это барокко 18-е и даже начало 19-го века, но вот Успянский собор это русская барокко вообще. То есть, это не тот конечно Кремль, который был, когда была независимая Рязань. Центр исторический, большевики разоряли мало, поэтому в целом он сохранился. Исторический центр, но надо сказать, что он был полностью перестроен при Екатерине. То есть, большевики-то его не переделывали, а вот Екатерина переделала. То есть, это все-таки исторические здания, но 18-19 века по Екатерининскому плану построены. Железнодорожный округ, который такой у них индустриальный, он как раз там советская архитектура, сталинский псевдоклассицизм, плюс хрущевская застройка со стандартными этими домами. Ну, также у них есть московские и октябрьские округа, которые в основном вообще современные, с современными всякими высотками. Считается, что 17 исторических объектов в Рязани сохранились, культурные наследия, вот архитектурные имею в виду. В качестве музея рассматривается, собственно, Рязанский Кремль. Там вообще музей еще с 1884 года в Рязанском Кремле. Ну, также там есть историческое городище Старая Рязань, Солочинский монастырь, вот это вот все. Там, кстати, показывают кольчугу Олега Рязанского, там и вообще времена независимости там в музеях помнят. Ну, есть государственный художественный музей имени Пожалуйста на художника-гравера, усадьба Ивана Павлова, физиолога, Дягилевский ариадром, там есть музей авиации, который в Рязани уже практически нет, музей Есенина есть близко от города и так далее. Много памятников, памятники Есенину, Ленину почему-то, Евпатию Калаврату, это местный мифический герой, который якобы боролся с монголами, скорее всего не существовал в действительности, Олег Рязанский ему памятник есть, Солковскому, Ивану Павлову и так далее. Там квест для туристов Рязанские грибы, то есть по городу спрятаны скульптуры грибов и туристов они посылают искать грибы по Рязани. Ну, кое-где там есть авангардная тоже скульптура. Фестивали довольно часто проводятся, причем часто военные всякие исторические и так далее в Рязани. В августе проводится международный форум древних городов, то есть городов, в котором больше 500 лет, в основном конечно сейчас Россия всегда, потому что блокада и также кинофестиваль окраина в Рязани проводится. Много галереи и выставочных центров, крупнейшие выставочные центры библиотеки имени Горького, галерея Виктора Иванов и так далее. Танцевальные школы в Рязани известны, арт-клуб Планетарий, правда закрыт в 2016 году, КВНщики и все такое. Образование с Петровских времен 1722 год, первая школа, сейчас ориентировано на местную промышленность, то есть конечно есть стандартный Рязанский государственный университет имени Есенина, но в основном там что агротехнологический университет, радиотехнический университет, вот все такое. Есть Рязанское гвардейское воздушно-десантное командное училище. Субтитры создавал DimaTorzok